всем привет друзья наша фроуд продолжается по-прежнему еще не успел я сапоги достать после прилуг и смог только один эпизод вам показать ну яркий посмотрите кто не смотрел с бессмертным гран-чероки валеры тут уже позвонил витя говорит я уже на танковой чтобы вы понимали вчера вечером когда я ехал с прилуг он был в тячеве 800 километрах от киева приблизительно покупал грузовик сегодня нету двух часов он уже по танковой едет рит срочно выезжай сейчас наберем ему где он наверно рубится не может трубку снять руки заняты да при луке были просто что-то нереально я надеюсь почти все лучшие моменты мои попали не мои ребят которые исполняли это все какая баха семерка красивая был оффроуд просто бесподобный на семерочка в лонге 740 сейчас мы на бахе семерку догоним витю а вот он звонит где ты родненький сейчас я подъезжаю буду через минуту давай вон на видео в конце высокие три свечки 300 метров от них танковая сейчас мы я тут уже какую-то нереальную на этой убиты убитей шей дороги развиваю скорость со . мне надо снижать это город не нарушайте правила друзья так ну сейчас будет экшен опять я еще от прилуг не отошел крепатура что еще сказать там приехали покупатели на уасквите не знаю приехали или нет но по-видимому да сейчас все увидим своими глазами что там пересказывать главное успеть сапоги одеть так ну что вот эти кучи со снегом кучи вижу 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 геленваген друзья не знаю кто это вижу кто-то идет навстречу в новых красивых сапогах это он это он покупатели сейчас будем с тобой продавать у азика дядя паркуй бэху а куда так туда по давай так друзья все бэху припарковал бегу уже гелик уже заехал на танковую неожиданно подъезжают новые люди все хотят приобщиться к оффроуду но это знакомая ситуация для многих я думаю по машинам крикнул витя и мы едем продажу а заде покупатель андрюк падали к нам или гелик падает будешь подсказывать тут все свои не волнуйся руслан ну знакомься вот люди приехали с перьяслава за вазик а я им как раз его хочу показать а шо они не видели они видели на твоем канале как он плавал в афроуде не участвовал же в такси не было они все это видели в такси это случайные наклейки просто так танковая елка ехали так пусти всех пустив вперед геленваген люди же хотят не опусти вперед этого а где геленваген а вижу вижу геленваген так начинается экшен витя оставил лед говорит для нас специально для вас для нас не проваливается вот она звезда немецкого автопрома свежие свежие номера на гелике v8 такой он стандартный по жесткому ребята по жесткому такая сегодня танковая подмершая вы видите она никак зима не отпускает достаточно твердо не отошел от вчера еще так у вас впереди гелик за нами или позади куда куда не знаю смотрим много много наклеек наклеил слышу у меня воспоминания как тут другой мерседес ехал я еще даже не показывал это кино людям ну сделаем но подожди встань как-то чтоб я его увидел я нет и не туда стал не туда стал не объезжает как луазы до да не ну машина просто дорогая он не готов наверно а как как они просто мимо просто мимо ехали не это человек с нашей группы он передаст нормально начинают человек с детским креслом с детским креслом у него сзади детское кресло вообще скорее всего поедет за ребенком в садик после танковой сразу представь как круто когда папа приезжает на грязном гелике в садик репутация у ребенка сразу возрастает да сразу на глазах просто еще можно за год позатерпел вот так вот хороший спец участок ооо тут жестко тут ему будет сложнее объехать а ну остановись 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 блин не очкует слышишь идёт уверенно не ну это это немецкий уазик в принципе чё ему бояться ну только что бампера там чуть чуть дороже бампера чуть дороже ты знаешь сколько стоит трубка кондиционера на немецком УАЗе это ты по жесткому его не видно подровняйся он по другой траектории идет сейчас задумался пошел пускай его вперед он будет за мной ехать сейчас пошел 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 не бойтесь двери надо закрыть пускай его ну такой он стоковый конечно низенький такой да гелик ну да но у него резина там стоит что-то АТ-шка хотя это поможет ну АТ-шка стоит да я заметил и 5 литров ничего не надо больше ничего не надо все вопросы закрывает да два твоих мотора не считая не считая просто мощности смотри как хорошо пошел и мы хорошо пойдем да ты по жесткому да все я ребятам говорю мне не важно будете вы покупать его или нет вы сперезла приехали вы должны это увидеть хотели уезжать не хотели со мной кататься да ну так а что ж не выведем мы только заехали на танков чуть не перевернулись как зовут забыл Андрей 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 просто не хочет седым в Переяслов вернуться поэтому он с тобой не хотел ехать понял это точно мы поедем сюда и здесь поедем ооо смотри тут где открытое видишь где открытое растаяло все да нет но все равно земля твердая под нами почва хорошая я еду прям ну твердая твердая оно не промерзшая еще правильно сказать промерзшая промерзшая а еще она не раскисла до конца верхний слой чуть-чуть чуть-чуть есть а дальше жесть только что была премьера не волнуйся он нас догонит спасибо только что была премьера шикарное там видео ооо какая красота ты выложил ее с РФСИ? да я его ехал называется называется джип Гранчероки тоже бывает бессмертный ну такое для названия все РФСи пошли к нему что ли? не не а я только опа первый пошел один заезд Валеры там собирается садиться собирается садиться а ну 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 собирается садиться собирается подсесть у нас тормоза работают с треки прокачиваешь с треки всего? всего с треки ну так это это нормально давай объедем его посмотрим как оно выглядит со стороны да это не тот УАЗ конечно это не тот УАЗ так он кстати на авторе за 1900 висит да выскочил блин дубасит вот там по прямой по правой стороне там можно ехать я уже проезжал ну как случайно хорошо сапоги я вчера не поместились в руки чтобы забрать домой я сегодня в них ну что Витя пошел да это это Витя что тут скажешь вон еще люди подъезжают я вижу вдалеке обратите внимание там какой-то серьезный пикап е-мое гелик гелик да-да нет может и знаю не знаю да не помню я тут геленваген присоединяются машины на ходу просто мы пока доедем сейчас до финиша будет колонна из топовых внедорожников так люди просто уже с теплых стран приехали судя по одежде Витя уже ведет агитационную работу говорит можете ехать с нами всегда Витя уже добавил двух подписчиков так а что люди разворачиваются ему за ребенком в садик опять в садик вот человека в пять собирает вот этого в три походу ранний да какой садик в воскресенье да-да блин хочет меня задавить мне кажется да ушел чуть-чуть быстро человек с нами откатал да раз и уехал какие какие у вас красивые коврики подписчика добавить а где же Серега елки где же сейчас Серега Серега уехал во Францию мне так без него грустно да я вот сегодня ехал машину без него показывать я думаю блин это будет не та продажа да-да ни какой маски с динозавром слышишь пусть во Франции попредлагает можем машину сбросим у фотографии ссылку давай сразу по шестернику на авторею покажем ребятам можно ли подъехать мы не застрянем ну да у тебя если что шаттл включает два двигателя да и все елка хайная бабай сколько тут льда жестко и сразу снимать дверь и разворачивайся да оп развернулся давай так уаз идет уаз идет а ну стой пока не едь понятно ждем гелик я не шутил этот вазик он на вперед без пузыка страшный метелка хе-хе-хе по приколовке я не слышу что тормоз что-то может приезжать и поехали тут надо двери сильнее закрывать ну ты в принципе сильно не выпадешь сильно да хе-хе-хе так давай попробуем всех затащить на второй участок там вот этих мажоров давай попробуем затащить ну давай там за детьми там клиренс вот это все мы скажем там еще легче надо проработать стратегию как затащить с возражением ответы с возражениями опаздываем опаздываем голову голову берегите сзади а я вчера с Андрюха ехал на УАЗе с BMW-шным мотором нет ой там еще чернорид еще ой блин ну там спасло то что крыша из брезента понял там очень жестко он чернорид внутрь он дубасит вообще просто нереально сначала меня Игорь катал на Тойоте блин как-то душно мне слышишь сначала Игорь меня в багажнике катал у него же пикап 70КВ8 а ты же не знаешь ничего у Игоря же 70КВ8 уже с автоматом да ну новая это что на Лапландерах уже Лапландеров нету зато есть В8 ну они не очень хорошие мосты по мнению Бакала Бакал ты же знаешь он очень авторитетен 4.3 3УЗ стоит а вон еще смотри на Соле уже хочет человек с нами ехать блин я из-за Соло проехал жестики все нормально все человек на Гелике говорит я видел как вы ездите на Ютубе по танковой очень хотел проехаться с вами ну сейчас мы исполним его мечты я воплощаю мечты твоих соловеров да я еду рассказываю как ты был 800КМ еще вчера вечером от Киева с сыганами торговался Руслан прикинь продают мне машину за 25 тысяч долларов я выезжаю с него двора и она глохнет и все и не закачивается вообще мрак и не заводится и не заводится короче они вызывают поехал поехал Леху не надо два раза прости я за Леху и не сомневался нормально смотри они читали наши мысли мне кажется у них прослушка в нашей машине стоит отлично вот это начинается веселье вот здесь мы сейчас повесели говори резать справа ну конечно по любому да да подожди у меня тормозов не было еханы бабай так Витя начинает жечь поехали надо было на улицу мне выйти тих 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 мы хорошо сзади убираемся влево попробуй влево реш влево ты не копаешься да ты видишь оно твёрдое хорошо много льда ещё влево левее ещё левее давай хорошо назад вправо все влево влево подожди надо мне выйти наверно ребята в шоке просто думает охренеть что происходит как это возможно подожди я выпрыгну стой 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 я пока сейчас вот тут хорошая траектория колеса где-то тут моя блокировка лежит вот напротив этого колеса насколько я помню напротив ну там только что было очень жестко и тут все light наверно остался остался light следы танка вот гусениц кто не верится это танковая едь медленно вот так медленно ездить обычный у вас друзья обычный просто стандартные шины да я покажу как нарезаны шины тут чуть подрезаны видите немножко буквально и все и все так тут уже что-то пошло не так надо наверно менять траекторию будет витя пробивает траекторию для гелика еханый бабай вы видите что творится все у вас недалеко у вас недалеко не витя еще не все витя еще не все не не нормально витя витя нормально все а там твой близко наверно да они там близко наверно вот такие кадры шикарные видите красиво что тут скажешь подожди 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 там близко он уже уазу близко зашел немножко да сейчас зацепится да нормально все сейчас зацепится выходит выходит вышел это фантастика просто там глиббал о-хо-хо-хо-хо у него колеса меньше у него колеса меньше да неплохо неплохое начало разбросает воду это он всю дочь гнал грузовик еще с западной 800 км а он под рэдбулом да охренеть вообще так вот эти все безбашенные что на велосипедах на мотоциклах с рэдбулом это они тоже такое принимают гляньте веревочка у него в этом мешочке спрятана как подготовлен человек спасай спасай быстрее витя сапоги моему только короткие но это без меня покупал влад на троге седе по дороге о блин неудачно не нормально нормально витя дает траекторию у вас решил спасаться сам витя витя да сейчас бы передняя блокировка конечно была бы очень кстати нам нужен гелик гелик только по краю там если зацепить ну по краю потихоньку только в натяжку чтобы не ломать ничего вот под вот этим одним колесом просто медленно едьте потихоньку блин нам нужен гелик витя говорит сцена еще то да не ну ты застрял наверно покупать не будет будете покупать мы последний раз его за 1200 продавали но он был вот так вот в днепре в днепре за 1200 так гелик идет дайте трос дайте трос дайте вас отойди дай ему уже проехать отойди елик сейчас спасет сейчас спасет да сюжет крючки впереди сюжет пошел проверенный чуть-чуть подъедь вперед не достает ведь так я же ему и говорю витя подъедь вперед чуть-чуть опа есть крючок там специальный под твой трос витя дверь не забудь закрыть витя меня не было ред редкие моменты когда меня не было подожди ты дверь не закрыл тебя продует витя я сейчас я спокойно не очку витя шо от ускорения укачала или шо чё ты так кричал блин как red bull работает да вообще витя сколько ты red bull выпил до витя закрой двери ты помнишь дорогу я знаю как в этих ситуациях действовать за мой конек. Да? Да. Показать видео с вагоном или что? Так каким вагоном? Показывай, мы записываем. Как крепкая машина этот УАЗ. И этот, и тот. Красиво. Сюжет так был и задуман. Вправо руль, вперед! Вправо руль! Друга сдергнул. Друга сдергнул. Диагоналочка, да? Не, не, тебе надо руль вправо и вперед поехать. Отвяжись, да, на всякий случай. Что там, он руками уже его тянет? Не диагоналка, просто попал в яму в ледяную. Вправо, вправо, вперед, да. Еще крути, 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 крути. Тут борьба идет нереальная просто. Подожди, подожди. Давай его... Витя, тяни за веревку, Витя. Витя! Помоги ему за веревку дергни, он почти выехал. Помогите ему! Красавчики! Стой, стой, стой! Далеко не съезжай! Не съезжай полностью! Так далеко не надо было. Стой, подожди! Подожди! У-у-у! Вот и все. Блин, сколько в лесу снега, посмотрите. Еще тут просто зима конкретная. И это старый еще снег. Это не тот, что выпал два дня назад. Ты вырвал из ледяных лап танковый. Что тут? Ничего лишнего не появилось? Нормально? 120? Ну, вроде не выкипает ничего. Ты видел, что у тебя решетку украли с воздухозаборника? Что у тебя? Что за проблемы? Вчера пропал дворник. Украли, да? Чайки сраные. Чайки? Перевороны. Ну, кто-то на золотое, на блестящее. Вот сволочи. Не на май. Золочь, ну-ка проперли? Протерли, да. По весне полетели. Можно сказать, как-то... Ну, трога были к вам, ладно? У меня нет. Гелик с нами. Так далеко Гелик еще не заезжал. Стандартный. Стандартный, да. Слышишь, что-то... Что-то очень тяжело. Потеем как-то мы. Потеем. Четыре человека под азартом в машине. А, из-за этого проблемы? Давай откроем. Кондиционер включил? Климат. Я на 26 поставил. Тебе комфортно? Да, да. Вы ноги сильно не дуют? Нет. Давай, кстати. Вот закрою печечку, чтобы больше на стекло было. Так, что там у нас за препятствия? Дерево. Давай снимай, как Гелик, дерево переедет. Какой красивый кадр. Литя начинает, продолжает. О, тут танки ехали. Да. Кардан уже будет мой найти. Интересно. Вдвойне. Как он поменял форму. А может, выжил после танков. Может, они на него не попали. Так, интересное начало. Что-то не то. Неа. Зад повисит. Что-то застрял, ты кажется. Леха! Леха идет. Не, Леха, Леха. Вот по этому краю ты проедешь по верху. По краю одним колесом плотно-плотно бери и проедешь. Интересно, вот когда машины без лебедок, когда помощи ждать неоткуда. Кроме своих сил. Ну, помощь придет, понятно. Но, это будет не скоро. Тем более, многие в Прилуках. Хотя нет, тут хватает. Надо было ходом идти чуть-чуть. Поставить. Его сбрасывает. Хочу, чуть живее надо. Ровно руль поставь, ровно и быстрее. И в темпе едь. Да, да, ровнее, ровнее, еще ровнее. Все, едь, газу дай газу. Едь, 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 едь. Влево руль, влево руль, влево, влево еще. Едь. Все, отлично. Левее руль. Все, сейчас надо спасать этого. Слушай, что-то зеленое появляется местами. Такая у нас воскресная покатуха неожиданно. Витя организовал. Он о ней знал еще позавчера, наверное. Планировал ее. Когда ехал поезде далеко. Почти. Не-не. Надо еще. Еще рывочек сделать. Все. Трос. Трос. Скромный трос выдержал. Что, Геленваген сюда поедет? Немецкий УАЗ. Очень уверенно. Ну, можем ехать. спокойно просто. Так. Тут уже пошли по лайту. Витя такого не допустит, я думаю. Ну, вот тут место непростое. Удубасит по центру. Удубасит по центру. Танки, видите, обижают эти лужи, где у них накатана колея сбоку. Витя, это самое страшное место сейчас начинается. Тут мы вынимали машину очень, очень долго вынимали. Вот именно с этой ямы. УАЗ, кстати. Прошел. Яма вот левее. Прошел нормально. Будь осторожен. Ух-х-х-х-х. Ух-х-х. Эти елочки там растут. Ух-х-х-х... Ух-х-х... Эти елочки там растут. Ух-х-х-х. Взял тайм-аут Так, гелик продолжает Так, УАЗ Леха пытался спрыгнуть, но смотрит не получилось Нормально Гелик может Гелик облоки А УАЗ просто УАЗ Ползет Сильно цепляется высоко Да, следующая лужа даже танки Видите, в объезд идут по краю Смотрите, расширили они тут Траекторию Раскопали чуть Гусеницами края А вы что Просто Просто монстр Так, Геленваген Решил без разведки Блин, там Может быть глубоко Не, нормально Нормально Просто какой-то лайт Геленваген пошел первый Почувствовал силы Все, мы внутри болида опять Давай, возьмем траекторию пожестче Не так, как наши товарищи Пожестче ты любишь? Лед, видел Лед Просто по льду проехали Поверху? Да, да Ну и здесь, я думаю, так же будет Ну, подмерзло, да, был мороз Нет, он провал Согласил провал А нет Слушай, как хорошо Вообще промерзло Промерзло Ну, было холодно Ночью 8 было Пару дней назад Минус 8? Угу Ну, несколько дней назад Ну, и держался же минусы Днем и ночью Пусть небольшой, но был Поднимите, возьмем Позвучит Нам самое главное не провалиться А то будем потом Видели же руль новый 800 гривен руль Оригинальный Я вчера ехал, кстати, в поезде Позавчера И посчитал, сколько денег я потратил на машину Готов? Ну Без ремонта с лесарей Без работы Без работы Со всеми наклейками Ледами Покрасками С коробками Совсем 18 тысяч рюл Потратил? Без работы Поэтому, блин Вазик построить за копейки Не получается Ну и 18 Недорого По сути, это 600 долларов Которая машина едет неплохо Ля, как едет Едем Реально выруливаем Если работаешь Вон, гелик, гелик Смотри, что делает Догоняй Давай, подогоним Тут ты пытался 60 развить в темноте Да, я помню Я сегодня видел Хороший маршрут В правом Не, блин Подожди А ну давай мы выскочим Будет легче Давай, пацаны Попробуй Давай, держу Будет Ты выйдешь тогда Я с пробуксовкой иду, Витя Сейчас блокировку включу Не могу Не могу вылезти Немного Крен большой Так, что нам не хватает Все хватает Уперся в льдины Да Догнать Геленваген не удалось Геленваген ушел в отрыв Леха выяснил проблему своих неудач Ехал на ручнике Хочется вернуться и опять по ней проехаться Что это она меня Не, не, давайте Уже надо лечь спать Отдохнуть Витя Тут грязно Какой-то строительный мусор Ну вот тут вот Какая-то труба Подожди Тут пенек торчит Что-то пробьешь Проехал Все, вот так едь домой Так, Витя Выехал На траекторию правильную Срезал Пошел боком Дрифтит Скучно, вот скучно Дрифткар По твоей следам едет Витя сделал новый маршрут Хороший, кстати, маршрут Можно будет его повторять При каждом выезде Я потерял форточку Как потерял форточку? Форточки нет Так иди ищи Пока он не переехал Это сейчас, наверное? Ну только что была В лесу где-то В лесу, наверное Иди по следам Если он ее не переехал То ты Посмотри, может он наедет сейчас на нее Или может просто купить новую Не, не, не Иди найди Не знаю Дверь открылась И сама закрылась Вот это Автоматика Говорит, давайте на скорость Отсюда Отсюда До До железной дороги Витя, остановись Дело в том, что тут остался Мы потеряем людей Ты что? Они больше не приедут Они больше не подпишутся Ладно Девяносто два или пять Мы с Услана разменяли Да Но это на хорошем бензине На дерьмовом бензине Мы еле ехали Семьи Вот бензин, который по 19 гривен Мне кажется, это ты форточку потерял Ты мне должен форточку Я тебя говорю Да у тебя корабль космический Нафиг тебе форточка Мне надо купить главный тормозной Форточку Одно зеркало И раму приварить Это условия контракта Это я вот эту всю дурь выгоняю Которую я пережил Там на западной С цыганями Я тебе говорю Они там просто У меня записаны Разговоры в тебе Да Да, они меня гонят Да, но Тут 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 Ты закажешь Бизель То ты залей Залей Того бизеля Ты езжай Бля, это вообще жесть И вот так вот Пять часов 25 долларов Машина не заводится То ты залей Иди из краны Иди из краны Заведи Иди из краны Иди из краны Знаете, как коня Там поедешь Потом О, жесть Но, короче Приехал какой-то чудак На БМВ Если он смотрит Да я ему говорил Чтобы он смотрел Правда он навряд ли Меня понял Потому что Я ему говорю Русскими словами Он мне говорит Ты откуда? Ты из Киева Из Киева? Это какая область? Киевская Ты прикинь Живут за бугром Ничего не понимают Я из Киева Но Приехал пацан Просто кудесник Эти к фуру Так вот Раз, раз, раз Сразу починил? Сразу Он сделал систему Которую и мы бы могли сделать Но Надо знать, что сделать Но он сделал это быстро Сделал быстро На опыте Сразу приехал Идифицировал Проблема Что здесь в заборнике Проблема Вам надо обойти 800 км доедет И вот так вот Тупо тянуло Дверь Шланг Стяжками Его по всему кузову Примотал И вы поехали Причем не шланг А грушу Грушу Если вдруг что подкачаете Но машина хорошая Да? Ну стрела мощная Мощная, да Теперь она может поднять Сразу Манипулятор Два УАЗа Можем поднимать И гелик Да? Сразу Продолжение следует...